Обычный полиэтиленовый пакет может разлагаться в земле около 20 лет. Кофейный стаканчик – порядка 30, а вот бутылка – целых 4 века. Не говоря уже о том, что вещества, из которых они сделаны при разложении, наносят непоправимый ущерб экологии. Впрочем, пластиковые отходы не обязательно зарывать в землю. Материал можно использовать вторично, без вреда для окружающей среды. Сейчас в России реализуется законодательная норма по раздельному сбору мусора. Один из первых этапов – организация площадок для пластика. Установить такие контейнеры во всех городах страны необходимо до лета следующего года. Однако в Анапе уже сейчас можно передать бутылки и пакеты для переработки. Полноценная работа по организации раздельного сбора мусора может быть выстроена только в том случае, когда будет мусоросортировочный завод, чем мы также занимаемся. И на стадии подписания масштабного контракта по предоставлению земельного участка о строительстве мусоросортировочного завода. Будет собираться пластик, бумага, стекло, металл. Совместно с мэрией Анапы компания «Экотехпром» установила более ста контейнеров для пластика. Они расположены уже на существующих мусорных площадках, не только в городе, но и в сельских округах. После сбора пластик отвозят на сортировку, а затем перерабатывают для повторного использования. Вариантов применения потом переработанного пластика достаточно много. Это начиная от производства той же самой пластиковой бутылки для напитков и заканчивая самыми разными историями. Там садовую какую-то мебель делают. Мы из Анапы, тот пластик, который собирается, мы отправляем на сортировочную линию в станице Полтавской. А оттуда весь пластик, собранный на территории Крымского района, Анапы, и сейчас мы совсем недавно выставили еще некоторую часть контейнеров в Славянске, на Кубани. Вот весь этот пластик собирается и дальше уже отправляется на переработку. Пластиковый мусор – львиная доля всех отходов, которые выбрасывают жители и гости курорта. Поэтому раздельный сбор не только сохранит экологию, но и разгрузит основные контейнеры. Количество контейнеров для сбора пластика будет увеличено. А адресы имеющихся площадок можно увидеть в нашем телеграм-канале. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.